Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Жертвы пирокинеза Случаи, когда люди внезапно вспыхивали от огня неизвестного происхождения и сгорали за несколько секунд, оставляя после себя лишь горстку пепла, известны с незапамятных времен. Установлено, что во время самовозгорания человеческих тел температура пламени достигала 3000 градусов. Любопытно, однако, что находящиеся рядом с жертвой легко воспламеняющиеся материалы, такие как, например, постельное белье, вата или бумага, оказывались нетронутыми, то есть человек, лежащий в постели, полыхал ярким пламенем, но простыни и одеяло оставались целыми и невредимыми. Именно такое случилось в 1992 году с пожарным из Сиднея Роном Прайстом, сгоревшим в своей кровати. Удивительно, что белье и подушки совершенно не пострадали, а лежавшие в метре от адского пламени спички не вспыхнули. В 1950 году мексиканский суд рассмотрел незаурядное уголовное дело. Судили Марио Роско, мужа хозяйки гостиницы, обвиненного в том, что он заживо сжег свою жену Манолу в присутствии множества людей. Марио грозила смертная казнь. В тот вечер, как обычно, клиенты, солдаты местного гарнизона и проезжие торговцы, ужинали в зале на первом этаже гостиницы, тускло освещенным двумя лампами и отблесками огня из камина, где жарился аппетитный гусь. Муж хозяйки медленно вращал вертел, чтобы ни одна капля жира не пропала зря, а тушка равномерно покрывалась хрустящей корочкой. Молоденькая служанка разносила блюда и бутылки, улыбаясь усатым военным и ловко увертываясь от дерзких шлепков по кругленькой попке. Сама же хозяйка, наблюдая за порядком, сидела в массивном кожаном кресле. Неожиданно мирную идиллию нарушил истошный крик. Хозяйка дергалась в кресле, выпучив глаза и раскрыв рот, а по ее телу бегали огненные языки. Через мгновение тетушке Манолой не стало, а на целехоньком кресле валялась ее обсыпанная пеплом одежда. Ворвавшаяся в гостиницу полиция тут же арестовала мужа и отвела его в тюрьму. Однако далеко не всегда тела жертв пирокинеза сгорают дотла. В прошлом году в Монголии на проселочной дороге пострадал от огня местный пастух Аржанда. Черный манекен был обнаружен в сидячем положении. Все его тело, голова и руки спеклись в сплошную смолистую массу. Но что самое поразительное, от огня не пострадала одежда покойного. Никаких следов пламени вокруг тоже не обнаружили, а температура воздуха составляла 15 градусов ниже нуля. Занимательные подробности рассказал напарник погибшего пастуха. Я погнал часть стада вперед. Когда я вернулся к Аржанде, то застал его сидящим на корточках возле дороги со спущенными штанами. Он справлял нужду. Подойдя поближе, я увидел, что он черный, как уголь. А меж его ног дымилась свежая куча кала. Я бросился бегом в ближайшую деревню за помощью. Родственники Аржанды попытались положить его на деревянные носилки, но они задымились. Когда сняли его тело, оказалось, что доски были обуглены. Пришлось подождать немного, пока Аржанда остынет. Напарника погибшего задержали и обвинили в умышленном убийстве. Когда же в тюрьму пришел следователь, то вместо подозреваемого он нашел груду обугленных костей с частично сохранившимися кусками мяса. Объяснение происшедшей трагедии найти не удалось. Дара Метцель в 1969 году сидела в своем автомобиле на одной из улиц Люксембурга и, внезапно воспламенившись, сгорела дотла за считанные секунды. Несколько человек пытались ей помочь, но безуспешно. Когда все было кончено, выяснилось, что внутренняя обшивка и сиденье машины не пострадали. Примерно в то же время житель Техаса Майкл Лившин был обнаружен мертвым в своей машине. Лицо и руки его были обожжены, а вот волос и бровей огонь почему-то не коснулся. Поскольку его автомобиль находился в гараже, полицейские решили, что несчастный покончил с собой, отравившись выхлопными газами. Однако кузов был таким горячим, что обжигал пальцы. Совершенно фантастический случай произошел в канадской провинции Альберта, когда две дочери супругов Мелби вспыхнули в одно и то же мгновение, находясь в разных частях города на расстоянии в километре друг от друга. В 1991 году житель Дижона Шарль-Дютее, работавший в магазине скобяных изделий, принадлежавшем Чите Верней, встречал Новый год вместе с хозяевами. Выпив вина, он отправился спать наверх в свою комнату, а наутро обнаружил хозяина мертвым. Пол нижнего этажа покрывал густой слой сажи. Едкий и неприятный запах перехватывал дыхание. Полиция обнаружила рядом с кухонным столом останки мадам Верней, обугленные кости и пепел. Других следов огня в доме найти не удалось. Не менее загадочный случай произошел в 1989 году, неподалеку от Мюнхена. 13-летняя Юта играла на аккордеоне, когда ее отец, Вернер Ротке, услышал отчаянные вопли девочки. Он кинулся к ней и увидел, как она, охваченная пламенем, металась по комнате. Уютой обгорело 30% поверхности кожи, а сам Вернер получил ожоги второй степени. Позже девочка объяснила, что как только она стала играть на инструменте, ее со всех сторон охватил огонь. Весной 1993 года жители небольшого перуанского городка Аурельяно, собравшиеся в церкви на воскресную службу, стали свидетелями зрелища, потрясшего их до глубины души. Священник, читавший проповедь, был в ударе. Его гневная и эмоциональная речь, посвященная безнадежным грешникам, которых ждет гиенна огненная, вызвала у верующих дрожь, и они истово осеняли себя крестным знамением, вознося молитвы, чтобы чаша сия их миновала. Неожиданно проповедь прервал нечеловеческий вопль. Кричал священник, застывший в неестественной позе с воздетыми к небу руками. Буквально через мгновение, оцепеневшие от ужаса прихожане, увидели, как из его груди вырвался язык пламени, а сам он превратился в огненный столб. Люди бросились из церкви, давя друг друга в дверях, и ни один из них не увидел того, что впоследствии обнаружили следователи. На амвоне лежала целая невредимая одежда священника, внутри которой темнела горсть пепла. Все, что осталось от служителя Бога. Случай вызвал волну слухов и домыслов. Верующие не сомневались в том, что Господь покарал святого отца за тяжкие прегрешения. Одни уверяли, что священнослужитель, давший обет безбрачия, предавался пороку, тайно просматривая порнокассеты. Другие не сомневались, что он продал душу дьяволу. Были даже такие, кто считал, что вместо священника читал проповеди сам переодетый сатана. Опросив свидетелей, полицейские закрыли дело. Дьявольский огонь или пирокинез не плод фантазии, а реальный факт, хотя с точки зрения физики и химии такой феномен невозможен. Известно, что тело человека на две трети состоит из воды, и для его сгорания требуется значительное количество энергии, которого в живом организме нет. Даже чтобы сжечь покойника в крематории, необходима температура в 2000 градусов и время не менее 4 часов. Но даже при таких условиях в любом случае требуется дополнительно дробить обугленные кости скелета, чтобы превратить их в пепел. Случаи самовозгорания крайне редки. В 20-м столетии зафиксировано 19 подобных явлений. Ученые имеют разные мнения. Некоторые пытаются связать воспламенение людей с их внутренним состоянием. Отмечено, что многие погибшие находились в глубоком стрессе. Другие исследователи полагают, что загадочное явление возникает в связи с воздействием появляющейся поблизости от жертвы шаровой молнии. Ее энергия проникает в биополе человека, что приводит к мгновенному воспламенению. Ученые отмечают два типа возгорания. Превращение пострадавшего в пепел и спекание его в обугленную массу. В некоторых случаях какая-то часть тела оказывается не затронутой огнем. Еще в 19-м веке появилась версия о том, что жертвами самовозгорания становятся хронические алкоголики, чьи тела насквозь пропитаны спиртом и поэтому вспыхивают от случайной искры, особенно если покойные курили. Швейцарский ученый Людвиг Шумахер предложил свое объяснение самовозгорания. «Почему бы не предположить, — говорит он, — что существуют еще неизвестные науки излучения, пучки которых существуют рядом с нами. В определенных условиях взаимодействие такой энергии с биополем организма вызывает мощную энергетическую вспышку, своеобразный взрыв, приводящий к самовозгоранию живого тела. Возникающий пучок энергии строго ограничен в пространстве и действует избирательно. Части тела пострадавшего, не попавшие в сферу излучения, остаются нетронутыми. Недавно другой ученый, японец Харуги Ито, выдвинул еще одну гипотезу. По его мнению, причиной перокинеза является изменение течения времени. В обычном состоянии тело человека вырабатывает и излучает в пространство определенное количество тепла. Но если внутри нашего организма по какой-либо причине неожиданно резко замедляются происходящие в природе физические процессы, в том числе движение атомов, а на поверхности кожи их скорость остается постоянной, то вырабатываемое тепло просто не успевает излучаться в пространство и испепеляет человек. В последнее время ряд ученых вообще придерживается фантастической точки зрения. Источником энергии в живой клетке якобы служит термоядерная реакция. Они считают, что при определенных условиях в клетках организма возникают неизвестные энергетические процессы, аналогичные тем, что происходит при взрыве атомной бомбы, которые не отражаются на молекулах соседней материи, например, на одежде или обшивке автомобиля. Дорогие друзья, все права защищены.